Зона возле санатория Шинник – излюбленное место Бобруйчан. Лесное озеро так и манит отдохнуть на живописном берегу. Здесь созданы все условия – от питьевых фонтанчиков до кабин для переодевания. Рядом волейбольная площадка, теневые навесы и биотуалет. Позаботились не только о комфорте, но и безопасности спасатели на чеку. Солнце наиболее активно с полудня до четырех. В это время лучше не загорать. С собой обязательно возьмите кепку, очки и несладкую воду. А от физической нагрузки в жару стоит отказаться. Пользуется популярностью песчаный пляж в районе Здравницы имени Ленина. Пробы воды берут регулярно. Сейчас все заборы соответствуют норме. В скором времени заработает мини-кафе. Можно будет взять на прокат шезлонги и зонты. В этом году мест под солнцем здесь стало гораздо больше. Об этом позаботились специалисты жилкомхоза. Пришли первый раз, но изменения почувствовали после прошлогоднего. Чище стал пляж, шире. Мы перенесли площадку в ту сторону. Песка побольше стало, буйки поближе. В том году я здесь не отдыхала в основном, но вообще здесь мне понравилась удобность с ребенком. Потому что пляж неглубокий и очень удобно отдыхать. Обычно часто прихожу сюда. Но пляж расширили, почистили. Приятно. К выбору места отдыха нужно подходить ответственно. В числе санкционированных еще центральное побережье и пляж в Приберезинском микрорайоне. Позагорать можно и на территории Форштата. Но плавать там запрещено. Безопасность превыше всего. Детям мы напоминаем о том, что запрещено баловство на воде. Игры. Желательно не использовать надувные матрасы, круги. Потому что открытые водоемы и стечения это чревато опасностью. Взрослым, конечно же, напоминаем, чтобы они ни в коем случае не отправляли одних детей на водоемы. И не оставляли малолетних детей без присмотра. Уже в четверг у Беларуси ожидается до плюс 32. Это лето, отмечают синоптики, будет жарким и обильным на осадке. Средняя температура 26 выше нуля. Так что за загаром теперь не обязательно ехать к Средиземноморью. Бобруйск, 360.